мужская драка это бокс ты подготовишься еще зачем мне спорт я не жалуюсь сделаем олимпийского чемпионата вы чуть-чуть вот так сидите туда или сюда успокойся на день все вспомнил баксин форме из на калайф испанел на мочу профекта с роллор я по трогал бусинде саптиме перед но я предупредил а правда что он настойчиво скажем так предлагали выступать от имени сша конечно как это происходило вам реально приходи люди говорили стучи агенты приходили настойчиво приходили фбр-овцы приходили то есть даже они приходят конечно предлагали не только гражданство предлагали сумму хорошую сумму предлагали сколько больше четырех миллионов больше на полтора раза больше 4 8 это очень хорошие деньги почему бы не просто предложение хорошее паспорт уже у тебя есть паспорт все дела просто подписал расписался тебе выдали карточка вот те машинка сумма есть почему вы не согласились скажите вот ну вот такой я оказался патриотом что приезжаю в каразахстан мой патриотизм 0 только нужен простому народу нашим правителям министерству никому не нужно но оказывается что я начал понимать его вижу часто поэтому сейчас от этого стресса просто уехал все это вот вы сожалеете за то что не согласились нет не жалею потому что я ставил такую цель мы древний народ у нас есть батаром а нас смотрите вальдина шевченко она на по сути высыпает от имени перу но с флагом храгастана а что было если вы выходили бы от америки но потом были другие условия какие условия там или или я американец или меня как бы со спорта выширнут с кыргызским со своим флагом дошел дошел до куда можно было дойти после последнего боя постановочного боя там пришлось с менеджером разобновал разбираться дать ему вкус что мы чувствуем там ниже не чувствовали они могут там ограбить там снять с тебя подставить то что что ты про чувствуешь что ты проходишь в ринге это дано только за спортсмену понять двум человеком кто в ринге находит там даже тренеру не понять что происходит каждый удар каждый удар это килограмма представить вы выступали на тимомбайл арене на м джем грант у вас был бой с волем коса майором вас объявлял майкл баффер говорил свою знаменитую фразу в эту рамбл что туда вы чувствовали вы понимали что вот я вот здесь вот я достиг уровня с майкл баффлом где четыре раза на четыре раза если да как я помню четыре раза он объявлял когда первый раз вот в 2005 это был совершенно неприц не передаваемый ощущение что это майкл баффл стоит которого ты по телевизору и который стоял рядом с майкла с майк тайсоном году рядом стоял с мухаммеда ли джо форман великие чемпионами стоял объявлял и алла васада как бы время приходит он стоит рядом и тебя объявляет представит эйфории ты чё это адреналинного не передаваем ты уже не чувствуешь перед тобой какого-то чемпиона ты просто стейжен и бюген киргызстан и чиню лимин дебилен киргызстан чин утром все дальше нет хода лишнего третьего угла нет или останусь здесь или его оставлю где динами на детей до конца вы видели да там были у подножия этого олимпа выбили за поезд wbc уже был момент вот от хорикосом я как человек который увлекается боксом мой отец увлекается боксом он видел все ведь вы выиграли что мы же выиграли но там был контракт перед боем постоянно перед боями приходит не выходили не выносили свой флаг победу не получишь деньги мы сократили срежем ты лучше выйди с американских флагом ты станешь чемпионом мира ты будешь нашим американцем моя упрямость патриотизм свой как я если я приставь до деньги деньги сейчас миром деньги правильно даже люди начали в деньгах уже все как бы сравнивать человек уже не дороже бумаги человек не дороже бумаги миллион дальше человека нет уже сейчас за 1000 долларов человека нет сейчас такое сравнение то время когда я ставил ставил конкретную цель что я хочу в спорте достичь чего я хочу добиться моя цель с детства была прославить свою историю свою нацию овацию свое древнее происходство смотрите вот перед боем с холем коса майором к вам подходит ли вам говорят перед боем подходят говорят выходить с американским флагом зачем тебе он кубинец мы и так с кубинцами там в политике короче ты выходи с американским флагом будешь нашим человеком выиграешь бою чемпиона мира знаешь мы тебе деньги дадим еще у тебя паспорт короче нет я должен хрызгский флаг вытащить зачем сейчас я начал понимать если я увижу спортсмена который будет также выходить я лучше ему посоветую кайфа стандарт возьми бабки короче а себе подумай я ему так посоветую я сам не жалею то что я сделал но я или не не жалею но я ему так посоветую чтобы он потом не расстроился туда я хочу у меня-то психология более-менее ссср увидели там понюхать успели и 90 были 90 и 2000 сейчас 21 век тут по-другому все это новый если вот вдруг скажем так вы вернетесь вернулись бы в тот момент но вы бы смогли бы сказать себе но создать совет но алмаз если бы вот вы сейчас а масло выйдет с этим флагом один раз ну станете чемпионом мира wbc вот и станешь чемпионом мира я я в душе знаю что я чемпион нет мы все знают что вы чемпиону д д юра вот где юридически мы могли стать если по при ссср ходили вы да я мог согласиться но как став кардастана имея свой флаг свою территорию свою историю вот это все свой народ это все уже своя страна это уже как раньше говорили каганат это твоя страна это не автономия не область это твоя страна как ты можешь ну имея свою страну ехать ради соблазна я не знаю лично мое понимание мое мнение таковое а как вы относитесь к дмитрий бивол наш боксер трозный митер бивол как кличко убрать думаешь они украинцы кличко брать один из казахстана также и дмитрий бивол они то уехали а бивол у нас как бы вырос у нас даже был рядом сборной он уезжает в россию это халатность нашего министерства спорта и это могу прямо в лицо и министру спорта сказать и в лицо сказать президенту федерации олимпийского комитета это халатность это то что они не справляются своей задачи сколько лет олимпийского чемпионами уже пять циклов олимпийских игр 5 будет проходить скоро в японии нету олимпийского чемпиона есть призеры вторые там третий на борцы молодцы у нас боксеров сколько уже пятый цикл моего результата не добились что у вас это был максимум я знаю что обидно никто не достиг до этого уровня даже до моего четверть финала не достиг вот это обидно хотя могли уже сделать призеров чемпионов могли но почему то наверно наш наш возраст сборной национальной наши года вот до двухтысячного году после двухтысячного все закончилась такая но продуктивность или закончилась вот это растущее спорте поколение остановилась я не знаю почему но можно сказать почему почему же смотрите есть казахстан есть узбекистан наши соседи мы жили в советском союзе после этого советского союза они у казахов какая каждая олимпиада олимпийский чемпион призер узбеков три олимпийских чемпиона на каждой бронзы призеры почему у нас нет потому что там делегация рабочая делегация стоящая над спортсменами делегация слушать не умеет а кого даже служить слушать не умеет учиться не хотят вот что у нас поражает очень так и со стороны как юмора состоялась со стороны конкретики мембель и меню земли 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 вот это вот то что самознайство везем билем вот это остановка не только в спорте во многом человек когда говорит я знаю он уже сам себя остановил я даже как профессионал в спорте я не могу сказать что я знаю я профессионал это я профессионал я узнал познал то что мне нужно если захочу если очень желание появится я могу дальше это вести узнавать познавать то есть главная проблема наша то что мы не хотим учиться не хотим не хотим и конечно в чем проблема недавно здесь шутку было и с тренерским составом и с многими руководящими людьми переговорил коллегами до финансово вся тренерский состав финансово нас не поддерживает есть возрастные тренерский состав сссеровский до 65 и выше кыргызстанские те что 77 ниже и юниорские они все недовольны друг другу состава тренерский почему недовольны потому что сработаться не могут единого кулака нет коллектива каждый старается это олимпийский вид спорта государственный вид спорта каждый старается как частниках самостоятельный человек воспитать олимпийского чемпиона если 45 тренеров возьмутся за двух боксеров это возможно быстрого ли хорошего азиатского чемпиона мира олимпийского чемпиона воспитать из-за разногласия тренерского совета из-за разногласия руководящего комитета он чатил бедро сами себе должны этот вопрос задавать и кайда бараталазы это всех касается кайда бараталазы это очень терренный сез был в картинках не покажешь это тренциус кайда бараталазы кайда баратал кайда бараталазы кайда булбарат это всех нас касается если начнем задумываться об этом у нас получится сделаем олимпийского чемпиона возможно нет невозможно возможно новыми тренерскими стараниями тренировочными процессами диетологии диетологии витаминизация финансированный процесс 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 сбора тренировочный сбор отобрать 20 спортсменов из олимпийских видов спорта 20 хороших дзюдо бокс там борьба сейчас самбо вели почему бы нет не воспитать из них кто-то станет олимпийским станет но для этого финансирование должно быть миллион сомов это для финансирования кыргызстана для кыргызского бюджета миллион сомов за полгода каждому спортсмену это обязало это мало но у нас как-то это нормально для нашей страны для нашей экономики а без финансирования спортсмен не станет спортсменом он станет или вышибалой или туда или сюда но сейчас как многие наши правители залы понастроили я у них многих многим вопрос задал для чего построили зала для чемпионов хорошо сколько лет уже зал работает 5-6 лет за 5-6 лет были с этого зала хотя бы мастера спорта кыргызстана некоторых нету почему потому что там же цель то есть на для чего они это все готовят ну цель например мы с тобой важные люди не будем говорить там важно до важные люди сидим что-то нам не понравилось с тобой ругаться не будем мы с тобой словесно алё ты звонишь своем оля тякула и тут два бригады раз раз и в т.с. я сервисе чай селью а тут два спортивной бригады уже столкнули кто о них позаботиться кто о них будет думать не не нам с тобой не до них будет потому что нам с тобой придется успокойся на успокойся вот таким извиняюсь за выражение пофигизмом мы не добьемся мы не достигнем хороших уровней как это можно победить вообще так это можно просто прямо лицо в камеру надо всех этих перевернуть просто молодых надо посадить а то они вот здесь уже вот здесь короче спорте в сфере спорта меня не хотят подпустить рядом почему потому что за кресло боятся а что вы сделать чтобы не сделать ну а что вы им сделать почему они боятся вот так советую сейчас что спорт можно вырастить таким путем такими системами вот этими вот этими вариантами чай через как боручи подлузать на чай через дегента пошел ты ливенцы когда не нужен уже человек уже надоел своими правильными делами азара чая дубан чая чая за шуменен джок а чём чём не кого-то там стесняться или чуть чего-то я боюсь только кудай-таладан курку адам нам корка на место ну коркун делегенды тура не сын биткой там обед кайт вазан если мы упадки не хотят послушать не хотят даже почему не хотят я это уже поднимаю на жрали розы-рожи такие розовые розовые такие ой был ты же раньше боксером был был пухл был холдопал сын даже щеки розовые стали для народа ты же сам прошел какой труд ты прошел спортивный труд ты прошел физический труд раз ты прошел ты должен понимать что нельзя чужой труд кушать его труд это его труд будет ли маленький будет ли большим но это он потрудился это его труд не нельзя брать сингбей там ленинцы кугор бэй тунюк пейтан ленинцы брюнах сын дизайн асу спортсмены мы всегда так и приходили такие уходили сколько спортсмен было 90-х годах сколько спортсмен наши стипендии учу наши стипендии там 3000 там 2000 сумм по полгода не дают представь а за эти полгода спортсменов нам же питание но чё там чуть-чуть оделся питанием перчатки новые там борцовки новые этим ты радуешься что курсан то что ты сытый и у тебя спортивки есть хорошие нормальные этим ты рады но у нас даже этих не было полгода по году по 8 месяцев нам зарплаты не дают стипендии наши государственные задерживают перекручивают прокручивают двойные деньги делают а за это время пацан который мог стать олимпийским чемпионом ребята которые могли стать чемпионами мира они пошли туда-сюда туда-сюда кто-то раз кто кого-то банк да все разное случилось и каждый сидит виноваты вот этот спортсмен виноват не надо тыкать на год надо себя начать своих карманов начать грубо говоря снял трусы посмотрел нигде дырки нету если есть где-то тырка на сам шеи не смотри в чей-то там карман или трусы у нас часто это оказывается работой хорошо я знаю то что это был 15 или 14 год вы пытались провести турнир вечер бокса в бишкеке то есть вы об этом говорили вы хотели позвать холика самайора провести реванш с ним позвать майка тайсона роя джонсон почему это вот с этой точки не сдвинулась и вот на какой стадии все становилось это болезнь также и наших правителей если наши правители сидят думаю что они с народом работает для народа работают они ничего не знают проекта это была реклама такая грандиозная для но это не реклама было это было это было бы реклама состоялась мир да это была просьба это было настаивание почему казахстан узбекистан россия делают профессиональные бои приглашает профессиональных спортсмен звезд мировых звезд у нас не было такого не было но у нас что-то мелкие шоу там пришли а вы там мелкие шоу это не олимпийский вид спорта это знаменитости ну балла янг ну все знаем было я балла янг это не ван дам ванна там банда приехал а вы звали тайсона да майк тайсона рой джонс голливудских актеров там стола надо донни треху матчет салма хая халибери с кем я работал кого я тренировал кого я форму ставил и вы говорили об этом то есть что что вы были тренером голливудских звезд да да и общался с ними и тренером в час по 5 тысяч долларов и от этого все именно вспоминал халибери перед фильмом кошка женщина-кошка женщина-кошка джек-халкман или халк джек-мэн росомаха перед роге джек-мэн перед железные бои там роботы дерутся он типа тренер железный старфильм да заметил как боксер он начал это это вы ему ставили был как он ничего не знаю ничего не выставили босс хью джек-мэн на фильме жевать да вот это все что он делал да не трех матчет роп шнайдер с племянником джонни деп работал да и многих бои без правил чемпионов другу чемпионам руки стал это как чакла дэл рэнди кату тит артист так танк и ману мирный вот этот рандлмен тоже умер к нраном блондин нигер борец имея такой стаж знакомства чтобы это просто не застоялось просто не стерлой и же возможность их привести как-то кыргызстан и показать чтобы кыргызстанцам их показать вот на самом деле актеры звезды вот они такие вот ну хотя бы приель прилетел имя будет куда слетали в кыргызстан будут знать на казахстан знает узбекистан знает про хороста не знает казахстан узбекистан не буду про углубляться там что и как но сделать то сделали они свое дело почему мы не можем делать потому что у нас просто сейчас каждый думает о своем кармане смотрите вы тренировали бойцов мм и вот как вообще относится к мамой ну чё я ко всему спорту отношусь хорошо если человек если там боец он талантливым хочет добиться почему вы его не поддержать я боям без правил я бороться не училась там я бойцам по без правила бойцам борцам я им ставлю просто одну два комбинации латиноску комбинацию афроамериканскую это то что ниггер американцы как проводят удары технику это три-четыре удара и латиноску это 5-6 удар не надо там всю систему боксерскую как встал как там ноги вот так прыгает здесь вот так двигать не просто поставил в удобное положение как ты стоишь в стоке так тебе удобно удобно теперь пробей вот такую комбинацию и попробую вот эту комбинацию и вы это повторяешь то выхода в бой больше ничего не надо просто повторяешь это понял понял за это я деньги получаю за это мне платят я инструктирую тренеров и вижу что нужно добавить спортсмену не переправлять не исправлять его не делать из танка там бтр или из бтр а танк а наоборот если он бтр хороший просто его модифицировать манифицировать это спорт он зрелищный зрелищный смотря какие бои сейчас зрелищный начинают начинается зрелищный зрелище начинается с того что бойцы начали стойки дать они меньше бороться на чем зрелище не было почему потому что часто лежали там один сверху преимущество кто сверху правильно начинает там и как-то скучно сейчас болен стойках начали драться уже возможно набирает и аудиторию набирает и финансовую подъем у них идет лучшие времена миллион доллара этому максимум максимум а в боксе миллиону долларов они курятся на обычный вечер обычно это удивительность почти не было до сих пор почему так почему бокс у нас только дорогой почему такие большие деньги то один секрет скажу вы только запомните ирки к чему что же бокс то что мужчина должен уметь и должен как себя защитить свою семью мужская драка это бокс из лишних подляной подляна там ирки к чату иди сюда выясни отношения а здесь ты думаешь уже телевоца не было зимы принять не принять там же думаешь смешанных там некогда думает там на удачу двигаться надо на быстроту кизы калыш керек тизы калыш керек тизы калги дистанционно надо мне просчитать чтобы удар ты от удара не уклонился не сможешь уклониться потому что он до того такой быстрый твоя задача просто чтобы его не принять сто процентов чтобы он уже увидел летит просто развернулся 30 процентов попался мисс пролетел это уже нормально чем сто процентов я попадаю то ли секунду это уже ульяна за нужно иногда бои я свои смотрю невозможно было почему я уклонился или нырок сделал откуда я же не видел это удар не видишь там тоже инстинкт работы бой мы не пакеталу и мы вы залетал лучше бою десятилетия я просто раскручены бы себя это был одним из лучших боев до столетия одним из лучших боев этого столетия плюс марки с подъем флойд мэвизер и пакет и насчет третьего боя сейчас все говорят там вот грегор макгрегор с флойд ну там это вот это было шоу как он вам можете как все конор из-за денег ради таких денег ты можешь стать тоже боксером скоро если тебе предложат 5 лимонов 55 миллионов 5 миллионов долларов ты через три месяца делюсь с таким-то чемпионом с районку ты подготовишься еще и еще постараешься меня выиграть не постараешься потому что это большая мотивация у наших спортсмен нету такой мотивации поэтому зачем мне спорт на втором очереди бояки визы машина берет а тошин или тейпой только надо пару галочки или уши сломать или нос сломать что посрочнее выглядеть вот ухараган на барбара чуть-чуть на молчь это я сейчас понимаю здесь вы то это уже понятливые нам показали какого это вот это быть чемпионом хорошо решение вашей карьеры ну понятно дело что вы не по своей воле завершили свою карьеру это была дисквалификация тот момент что вы все-таки решили для себя кем-то вражды будут но раз останавливать твою карьеру не по твоей воле что поделать раз твоя страна не может не то что консульство не могут просто вмешаться и за своего гражданин гражданин пришлось все это бросить ну как бросить к этому время уже знаешь что к чему уже там проучился здесь в колледже там уже с людьми общаясь знаешь с кем с какими людьми общаюсь и конечно понимаешь что перед того дверь а закрывается в чем-то очень хороший более почитаешь закрывается дверью есть другие двери это удивительно то что вы знаете английский вы знаете испанский вы знаете немецкий сказали что вы знаете турецкий армянский грузинской разговорный столько языков у вас есть какой-то дар полиглотский возможно наверно на такие вопросы часто занимайтесь боксом когда бездельником делать нечего занимайтесь боксом боксе выжил один удар от чемпиона д все вспомнил математика на уровне языки на уровне все надо уходить 2 удар все забыла здесь помню здесь не помню просто вот что вот сейчас у вас происходит в жизни и что будет дальше что у меня сейчас в жизни происходит я не жалуюсь все хорошо на одном месте застается нет у меня в привычки я сам не был сейчас пока я хочу решить кое-какие свои вопросы государственные вопросы в сфере спорта что и как я сажаю сад посадился на своей территории зеленью это все пшеницу кукурузу земледелием я сейчас занимаюсь что хорошо это от стрессов подальше от разных нервозов подальше как это все достигну до уровня до цели что она все процветло все с осени у меня задача меня приглашают многие разные страны из них я могу всего лишь две страны сказать это швейц и финляндия есть еще много других стран их не предложение на работу чтоб я как профессиональный инструктор инструктировал спортсменов нас не им ставил российскую афроамериканскую латиноамериканскую систему видения боя вот раньше мы все же видели фильмы помнишь наверное стиль обезьянный стиль журавля стиль богомол там стойки разные бокс тоже есть или в боксе есть тоже латинос по-свойски дерется латиноамериканцы это испанцы афроамериканцы там совершенно по-другому дерутся азиаты по-другому европейцы совершенно по-другому то что я понял в москве живя там три года я тоже понял что не зря в этом проигрываете то афроамериканцам то латиносом потому что у вас нету этого 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 вам нужно ставить это 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 будем работать поработал поработал гаси его поставил на 1 до пару хороших комбинаций финалист латиносов латиносов и афроамериканцев как против ниггеров драться и как против латиноамериканцев извините за мое выражение ниггерами называю потому что среди них я имею право называть их ниггерами так как я их не жаргон слэнг знаю и по сленгу я с ними общаюсь и они меня ниггерами я их если ты не знаешь сленга жаргоны не знаешь ты не имеешь права ниггерами ты уже попал и заключением у нас есть несколько вопросов марселя пусто это был вдающийся писатель вы максимально коротко хорошо можно начать первый вопрос у меня такое качество которое вы больше всего цените в мужчине сказал сделал а в женщине женщине честность через откровенности ласку более того как его интеллигент а какой человеческий недостаток вы можете простить просить можно то что наши ошибся там то что уронил то что не сделал нельзя просить прощать грубые ошибки мы все люди мы не знаем что прощать что не прощать но моя за как я спортсмен мы это мое мнение если обманул обманить важно с кем из живших и когда-либо живших на этой земле вы бы хотели встретиться думаю недостаточно встретился с людьми и об этом еще не думал не думал если честно а так есть у меня желание встретиться с президентом кубы с новым сейчас президентом просто у меня хороший симпатии и на последок ваше состояние духа на данный момент ну моим состоянием духа отлично иногда спад идет морально-психологически напрягаешься спад идет духовный спад и если ты смотри себя не укрепляешь снаружи как бы ты сильно мне выглядел силу не будет когда сейчас и так так это очень любит если ты изнутри себя закрепил хорошо какой бы ты здоровый маленький худой и таки будешь ходить львенком или арстаненком небольшим там лайка или там только мерки это тоже своя система есть духовная я себя всегда настраиваю на позитив на нынешние на предварительные шаги как будем делать завтра как возможно станет завтра и возможно будет делаться завтра хорошо спасибо большое вам это было отличное интервью спасибо напоследок фильмов тот ключом как